Здравствуйте, мои любимые, дорогие подписчики, гости канала, девочки, мои любимые, с наступающим вас Новым Годом уже! Желаю вам счастья, здоровья, успехов, пусть самое плохое всё остаётся здесь, в этом старом году, а в новом вас ждёт новые приключения, творческие какие-то порывы, счастья, удачи. Итак, мои любимые, сейчас будет очень интересная тема, какой сюрприз вам готовит судьба на ближайшие 2-3 дня. Также я вас хочу всех пригласить ещё к себе на новогодние святочные гадания, заходите ко мне в WhatsApp, пишите мне. Самое лучшее время для гадания, это, конечно, декабрь, январь, потому что сила, мощь силы, да, магической, она сейчас на самом пике. Но это долго говорите, рассказывайте об этом, поэтому обращайтесь, будем вас смотреть. Кстати, запись уже открыта, девчонки записываются, поэтому и вас посмотрим на ваши вопросы. Сразу всегда говорю, девочки, я принимаю только лично в WhatsApp, по видеозвонку, желательно в сумеречное время, потому что я медиум, я работаю с мёртвыми, я работаю с духами, ни с какими фотографиями. Я раньше, 10 лет назад, я смотрела по фотографии, это уже время давно прошло, я уже смотрю напрямую, у меня открыты каналы, поэтому мне проблем не нету, мне не надо вот эти фотографии, я так смотрю. И я не смотрю здоровье, я не врач, я не ставлю диагнозов. Я могу в общем сказать, что есть проблемы со здоровьем, обратите внимание, сходите к врачу. Потому что я вижу, как некие чёрные пятна такие, но диагнозов я не ставлю, и на Таро вообще здоровье посмотреть невозможно. И я не смотрю детей, подростков до 18-19 лет, потому что у меня стоит на запрет, у меня очень сильная мощь, энергетическая, магическая, что я не хочу никому, ну, детям навредить чем-то или как-то, потому что я могу так посмотреть, что потом, не дай бог, поэтому детей не смотрю, мне нельзя. Так, ну что, солнышки мои, поехали, давайте будем смотреть, кто вы на данный момент. Кем вы являетесь, да? Давайте посмотрим. Что у вас сейчас под сердцем? Что у вас сейчас на сердце? Что у вас было? Что у вас сейчас? Что у вас будет? Якорь, вы успокоились уже, да, успокоились, вы осели. Даже хочется сказать, почему-то уже всё, притормозили, никуда не гонитесь, уже всё, да, я дома, мне хорошо. Я остановилась там, я не знаю, нашла работу, остановилась, или я уже приземлилась, я переехала, да, я уже дома. Вот у вас такое спокойствие внутреннее, что уже всё, всё, я дома, всё. Там, может быть, вы уже вышли, там, я не знаю, на пенсию в этом году, вышли в этом месяце уже, да, может быть, вы там декрет взяли. То есть вы как-то, вы спокойны о том, что всё хорошо, всё, я в безопасности, всё будет отлично. Что у вас под сердцем? Перемены, перемены, которые были в вашей жизни буквально в недавнем времени. Возможно, что-то, знаете, какая-то перетрубация, что-то кардинальным образом менялось, что-то переставлялось в вашей жизни. Кто-то уходил, кто-то пришёл, что-то на кого-то, чего-то там поменяли, заменили, да. Да, ушли какие-то люди, смена обстановки и так далее. Это уже, ну, уже, я так полагаю, что подходит к концу. Было и подходит к концу. Раз у вас уже такое же, знаете, спокойствие, да. Что сейчас на сердце? Ну, как бы, хорошо. Есть, возможно, какой-то близкий человек, который является вашим другом, преданным другом. Возможно, вы сами таким человеком являетесь, очень честным. Ну, таким, по-дружески, хорошим, добрым, отзывчивым, преданным. И вы верите себе, вы любите и верите, знаете, себе, так как вы приняли себя такой, какая вы есть. И принимаете себя такой, какая вы есть. И вы даже считаете, если человек не понял, какая я, абсолютно не держу. Значит, не мой был человек, надо было отпустить. Если он, если я знаю себя, и человек меня такой не принимает, значит, он не мой. И надо просто отпустить. И ещё вы почему-то, я не знаю, это всегда, это ваша работа вас так сформировала. Или вы сами по себе, но вы мало спите по ночам. Я не знаю, может быть, ну, это сейчас, может быть, так, какие-то последние последствия, там, что-то, действия какие-то были, что привело к тому, что вы перестали спать по ночам. Очень мало спите. Может быть, в середине ночи просыпаетесь и ложитесь, может быть, после 12, поздно. Вы какой-то ночной человек такой. Что у вас было? Мужчина был. Мужчина был, который, скорее всего, посмотрите, какой он даже отвернулся от вас, да? Он остался в прошлом со своей короной, и он даже отвернулся, он даже не смотрит в вашу сторону. Ну, вы так и сказали. Ну, и давай, всё. Давай, чтобы я тебя не видела, давайте в моей жизни. Вот, скорее всего, вот эта перемена, что он ушёл, вы отпустили, и сказали, слава богу. Если человек меня не оценил, да, по достоинству такая, какая я, преданной могу быть, да? Верной могу быть. Ну, пусть идёт, зачем он мне нужен? Давайте посмотрим, что у вас сейчас. Дерево, вот отлично, видите? Посмотрите, какой у вас... Посмотрите, какое красиво у вас раскидистое дерево. А знаете почему? Потому что вы сейчас будете... Вот якорь бросили уже, вы уже заякорились, вы сейчас уже будете пускать корни, будете пускать корни там, где вы находитесь. Всё, вы уже знаете, что вы хотите. Вы хотите семью, вы хотите... Вот уже вы сейчас... Вот семья, какое число? Ну, неважно. Вы уже с сегодняшнего дня смотрите на 24-й год и думаете, так, я знаю, что я хочу. Вот этого мы уже отправили. Всё, мне нужна семья. Я хочу детей. Я хочу уже дом. У меня дом уже есть, да? Я купила там. Всё, сейчас переехала. Всё, я сейчас дерево ещё посажу в 24-м году. Мне ещё сыновей надо родить. Да? И мужа найти, конечно. Поэтому тут у вас раскидистое дерево, вы прям вспомните, да, свои корни, свой род вспомните, да. Вы просто будете заниматься, вот у вас уже сейчас планы заниматься тем, что у вас есть. Уже сейчас многие ёлочку тут уже дома раскрыли, уже там с детьми, может быть, вы там ёлочку уже собираете. У вас уже праздничное настроение, вам уже хочется близких собрать, родных собрать под эту ёлочку. Вы уже сейчас тут расписываете, так, салат мимоза, да, оливье, так, что у нас дальше по списку на стол пойдёт? То есть, понимаете, вы тут уже рассматриваете то, что всё уже, всё, всё хорошо. Слава тебе, Господи, как хорошо. Спасибо моему роду, духам, ангелам, хранителям. Спасибо, что всё замечательно завершилось, что я осталась при своём. Я счастлива, у меня рост, и у меня планы наполеоновские. Я буду добиваться вот этого, а потом вот этого, вот этого, ещё вот этого. И у меня много-много дел. У кого-то у вас сейчас пойдёт на поправку здоровья. Если вы болели, сейчас начнёте выздоравливать. Прям вот отлично, прям, знаете, попейте что-нибудь, может быть, ещё такой, знаете, какие-нибудь таблеточки, там, я не знаю, витаминчики, может быть, противовирусные. Ну и вообще, питайтесь хорошо. Всё зависит от нашего питания. Всё зависит от нашего питания. Вот мы такие, что мы едим. Вот как мы выглядим, это то, что мы едим. Поэтому выглядите, как вот это раскидистое красивое дерево. Кушайте витаминчики, пейте соки и радуйте жизни. Теперь смотрим, что у вас будет. Звёзды. Вот так вот. Вот так вот. А что вы хотели, звёзды? Конечно, у вас, я же сказала, у вас планы наполеоновские. Сейчас, секунду. Отсюда поподробнее. Сейчас мы уже мне сказали. Я поняла. Сейчас посмотрим. Планы у вас наполеоновские. Много мечт, много желаний, много всего хотите. У вас просто, вы будете, вот я не знаю, все не все, может быть, не все просто знают. Можно делать ритуалы на Новый год, чтобы желания исполнялись. Вот те, кто знает, кто в теме, это 100% будут делать. И даже уже до Нового года начну делать ритуальку какую-то магическую, там, не знаю, по силе, по возможности, да, чтобы обязательно исполнилось. Ну, ну, да, хорошо, посмотрите, тут прям, я не знаю, соломоновские звёзды на вас. Поэтому всё может у вас получиться. Да, это, вот я же говорю, декабрь, январь, это самые сильные месяцы в году. Они считаются самые магические. Ну, вот можно делать, что хочешь. Если ты что-то хочешь хорошее для себя, делай, ты получишь. Правильно, только всё сделай и получишь. Вот единственное, что мне всегда не нравится, это, что мёртвые спят. Ну, вот не пойдёшь, ты на кладбище что-то делаешь. Вот мёртвые там, в это время мёртвые спят. Ну, хотя их тоже разбудить можно. Но сами они, конечно, просыпаются чуть позже. Хорошо. А что за звёзды? Что у вас за такие желания? Давайте посмотрим, что должно исполниться. Немножко заглянем, да, в будущее. Ещё. Ещё, ещё, ещё. Потрясающе. Так, видно же, да? Я хочу, чтобы вы всё видели. Сейчас буду говорить. Налейте пока себе чай и кофе, а то будете в шоке. Смотрите, что делается. Смотрите, что делается, Людка. Людка, глянь, что делается. Отлично. Ой, ой, ой. Сейчас скажу, на этом можно заканчивать расклад. На этом можно заканчивать расклад. Так. Где моя это? Ну, там вот. Вот смотрите. Ваши планы на будущее. Вам тяжело дался год кота. Вам тяжело дался код, потому что были какие-то ограничения. У вас были проблемы в личной жизни. Вы не могли определиться. Вы не могли найти себе место. Вы когда-нибудь видели, как кот ходит, может быть, по квартире, по дому и ищет себе место. Он там что-то посидел. Он пошёл там посидел. Он нашёл какое-то место, вроде бы там лёг. Встал оттуда вот тоже. Вот вы, как этот кот, который не может найти себе место весь год. Потому что на те места, которые вы ложитесь, садитесь, вы понимаете, что это не ваш. 24-й год будет удачен вам в том плане, что вы решите вопрос любви, вопрос ребёнка, вопрос недвижимости и вопрос переезда по работе. Я даже сказала бы не то что, но переезд тоже есть, но здесь и работа тоже есть, потому что вы мало зарабатываете. Вы будете менять место жительства, переезжая в другой куда-то регион или город или страну, чтобы там открыть или бизнес, или найти хорошую работу и зарабатывать хорошие деньги. Так вот, у многих из вас здесь большая проблема деторождения. Этот вопрос будет решаться, у вас вообще он уже на повестке дня и будет решаться в 24-м году. Разрешится он хорошо? Возможно, да, придётся обращаться в больницу, может быть, я не знаю, кому-то ещё, чтобы вам помогли с этим вопросом. Этот вопрос вы решите, потому что как будто, знаете, вас надо почистить. Здесь метла, вот, видно, вот эта метла вышла. Вас как будто надо просто почистить. И вообще, организм ваш почистить, грязи там может быть много, понимаете? Я не знаю, что у вас там, но как будто вот грязи какой-то много, что мешает. Вас прям почистить надо вот так вот, прочистить всё. Я не знаю, трубы маточные прочистить, да? Может быть, яйцеклетку там простимулировать, да? Я не знаю, но что-то вот у вас как будто вот за вас надо взяться. У вас здесь будет разрешение какого-то вопроса, связанное с недвижимостью. Если вы хотели его купить, эту недвижимость, там, квартиру, дом, разрешится вопрос. Если у вас был вопрос по наследству, и вы много времени там ходили в суды, вот это вот не могли, но чётко уже понять, ваш дом, не ваш дом, там, с кем-то у вас идёт какие-то вот эти ссоры идут. Разрешится? Это вопрос в двадцать четвёртом году. Здесь идёт аист. Это переезд на хорошее место жительства. Или вы уже осядете. Вот сейчас многие из вас, помните, я говорила, что вы уже осели на новом месте жительства, или на квартире, и на вот на чём-то уже осели. И вы будете обустраивать прям сначала, с первой половины года, вы будете обустраивать своё это гнездо. Вы будете всё туда покупать, вы там будете, я не знаю, шторы заказывать, мебель ещё какую-то заказывать. Что-то будете делать в первой половине двадцатьчёртого года. У вас здесь очень хорошие новости практически весь год. Что-то вас будет прям радовать, потому что всё будет как будто будет идти всё так, как вы хотите. Здесь детская карта. Может быть, у вас дети уже тоже есть, да, и дети будут вас радовать. Вы за них будете переживать, потому что они вам так тяжело достались, и весь этот год вы будете заниматься детскими делами, с ребенком ходить вместе, изучать что-то, обучать ребенка, воспитывать его и так далее. Ребенок вам будет приносить только радость, если он у вас уже сейчас есть, маленький может быть, грудной там, ну или там встает, падает, ходит, встает, падает, ходит, этим ребенком будете заниматься весь год. Еще здесь рыба идет, вы, конечно, донуждаетесь в прибыли, денег не хватает, вам год кота не дает много денег, вам как будто они идут с какой-то сложностью, с каким-то трудом, вот прям в натяжку, понимаете, поэтому 24 год прибыли будет больше, причем вы уже сейчас как будто нашли лазейку, вы нашли уже выход, как к этому можно выйти, чтобы больше зарабатывать, и вы сделаете все правильно. У вас здесь ключ идет, может быть, многие из вас найдут здесь письмо, это как документ, может быть, вы оформите что-то там для себя, ИП, например, да, откройте собственное дело, свой бизнес, может быть, небольшое помещение, и будете работать как в офисе или там в своей мастерской, может быть, да, ну или фрилансер, например, дома тоже кабинет свой откройте, будете работать. Но вам идет здесь прибыль, урожайность как будто такая есть здесь, да, да, вот вам как будто приход домой, каких-то подарков, каких-то приятных новостей, что-то вас радовать будет. Вот этот крест, он остался в самом начале, помните, я все выкладывал, крест вышел первый. Как вам сказать, вы немножко как будто вот вздохнете, вы, этот крест, ну вот он останется вот здесь, в этом, в год кота останется этот крест ваш. Вы как будто не возьмете его в 24 год, не понесете его уже все, вы сбросите его здесь, он пусть так и лежит в этом году. Поэтому вам полегче будет, во всех смыслах будет полегче. Здесь птицы, это как голубки, возможно, вы встретите свою любовь, это знаете где будет, это не будет, нет, ну, в течение года. Я просто думала сезонность какая-то, я не могу посмотреть сезонность, потому что у нас, если вы выйдете там, где скопление людей, это где-то праздничная атмосфера, где-то люди сидят, кушают, в каких-то, в центрах, в этих торговых, в ярмарках где-то там. Вот если вы будете ходить, гулять среди людей, почему я, поэтому я думаю, что зимой это тоже возможно, почему нет, можно зимой тоже. Поэтому если вы будете гулять там, где скопление много людей, вы можете познакомиться с мужчиной, можете познакомиться с мужчиной. Кстати, в аэропорту тоже возможно, там тоже скопление людей. в театре в кино в музее где она торговые точки магазины да да вот вы можете познакомиться с мужчиной прямо как будто как свою половинку встретить он на вас похоже будет вы прям как вы знаете вот это знаете это тот момент когда ты видишь у тебя там внутри ёкает и у тебя подсознание говорит по-моему это мой мужчина вот внутренне прям подсознание ты так посмотришь скажу по-моему это вот моё это вот то что мне надо это по-моему мой мужчина вот понимаете да вот вот у вас такое состояние будет как это узнать вот если спросите да как узнать мой он или не мой а вам сердце подскажет ваша душа прям внутри что-то ёкнет сожмется просто и вам эта подсказка как бы вот этого вашу вот он ваш поэтому вопросы будут здесь решать бума вопросы все бумажные будут решаться это документы это письма какие-то сообщения я не знаю там судебные какие-то дела все решится хорошо еще здесь метла знаете у вас падает на 24 год мне хочется сказать вы должны в этом году постоянно чистить свое помещение чистить себя девочки кушаете салат метелка есть такой салат метелка состав входит мелко вот так вот крошится капустка зеленое яблочко свеколка свежие все свежие не вареная свежая как его свеколка морковка все заливается масличком оливковым немножко чуть-чуть по вкусу соль все салат метелка девочки похудеете сразу если мне не надо прям ее в таком виде с чем-нибудь там рядушка можно что-нибудь 2 себе сделать да вот отличный салат вот вот я посмотрела мне этот салат в голову пришел вам нужно чаще дома убирать все мыть вы метаете вы метаете мусор вот вам пришел вот даже на работе найдите хорошую не метлу с метлой вас не поймут веник хороший веник и даже если это будет маленький веник небольшой такой вот этот веник а если маленький вот такие венички есть как с этим здесь менеджерам до которые вот специально как это то делать чтобы с глаза это еще лучше вот к вам пришел кабинет какой-то человек начальник опять пришел на вас орать да вы там с ним все поговорили все сказали потом мысленно взяли этот веник вот этот маленький ки с которым сквозь менеджерам вот этот и вот так мысленно прям к входной двери от всех углов входной это как его двери выгоняйте выгоняйте мысленно вот этим веником если нет такого маленькой значит возьмите большой возьмите значит большой и этот с углов всех вот вот начиная с центра подходите входной двери вы метайте вы метайте этого начальника даже есть у вас там чисто там уборщица час назад пришла все подмела вы вы метаете мусор энергетический поняли что вы делаете сути вот этого вы вместе энергетический мусор этого человека вы метаете его из дверей прям вот 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 прям открыли если тоже на вас будут смотреть косо и буду думать что она делает молча делайте улыбайтесь делайте свое дело все вы никому ничего не объясняете вы метайте просто из дверей вот этого человека понимаете или из дома тоже вот вам пришла там соседка или какая-то там кто-то до подружка коэнте которого мне нравится все после нее вот так вот прям вот вы метаете ее энергию вы метайте прям из дверей подальше 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 и все веник помыли прочистили хорошо сказали ушла и ушла туда ушла куда вода ушла все и вере куда-нибудь опять в хорошее место для будущего до мусора поняли на ну что ну что дорогие мои давайте давайте смотрим дальше а дальше смотрим или нет ну давайте посмотрим смотрим все таки какие сюрпризы готовит вам судьба в ближайшие два-три дня ну высыпаться будете высыпаться будете какая-то такая спокойная обстановка да у меня все спокойно в все спокойно год заканчивается я устала я хочу принять ванну выпить чашечку кофе полежать и подумать да о будущем годе о том что мне мне еще предстоит очень много сделать и я готова мне надо набраться сил я хочу выспаться я хочу отдохнуть я хочу немножко прийти в себя мне нужно подумать я устала гнаться куда-то гнать этих лошадей вперед у меня уже да я ус я устала вот вы устали уже понимаете 23 год вам все-таки пришел тяжелым тяжелым для вас это как подтверждение понимаете как подтверждение очень много на себя брали ответственности очень много таскали каких-то тяжелых вещей причем обратительность на свою вернее обратите на свою энергетику сейчас который действительно требует восстановления обратите на свое здоровье а у вас возможно проблему уже с позвоночником а что у нас самое главное что держит наш скелет это позвоночник поэтому он должен быть всегда здоровым девочки будьте пожалуйста аккуратнее да как вам далась тяжело победа господи а я на если ты только знала да знаю я знаю вижу вон как вам тяжело досталась победа сколько сил сколько усердия сколько вообще мне ощущение чтобы тоже на работе спали практически жили там коллеги а коллеги змеи ой господи а змеи крысы которых я каждый день смотрю это ваш коллеги наверное да да поэтому знаете они как этот вечно в спину только шипят и сплетничают что они еще могут больше ничего не могут потому что знаете то что можешь ты не может каждый поэтому и начинается это шипение а чё какие проблемы иди учи да иди работа идеи старайся иди делай и все у тебя будет так же как у меня так же нет да вы конечно человек такой дипломатичный порядочный культурный воспитанной я думаю что у вас где-то побаиваются но так лицо же вам бояться что-то сказать только за спиной а потому что силу вашу же чувствуют вы же на коне то что можете вы я сейчас могу сказать сто процентов это то что можете вы практически никто не может или не все могут вы такая какая-то особенная вы очень хорошо знаете свою работу вы очень хорошо знаете свое дело и вы очень хорошо знаете себя и любите то дело которым вы занимаетесь вот он ваш успех успех у которого у другим прям мозолица ваш успех глазах прям мозолица и еще господи вам 24 часа сутки в день не хватает дело в том что вы вы в этом году что-то овладели одним я не знаю как это как это объяснить вы что-то имеете или что-то вы сделали одно в этом году например вы там устроились на одну работу и работаете теперь вот на этой работе или там вы открыли бизнес и занимаетесь только этим сейчас или вы что-то там приобрели сейчас или там вот но пока маленькая и вот пока это в двадцать четвертом году у вас будет двойня двойня не смысле вы родите ребенка а двойня что вы будете еще что-то такой же делать я не знаю как это объяснить два бизнеса два рабочих места две отдельные работы там утром на одной вечером на другой или же это и вам там скажут попросят что-то еще сделать на полставки вас поставит и вы будете работать я не знаю утром китайского преподаватель китайского языка а вечером французского понимаете понимаете да вот что то у вас тут идет двухсторонние двухсторонние на двадцать четвертый год в этом году уже есть одна там я не за один стол у вас стоит рабочий и вы там преподаете что-то делаете на следующий год у вас будет в другом зале стоять другой ваш рабочий стол и вы будете преподавать другим за другим столом поняли и это вас возможно вы можете это сделать причем вам поступит предложение начиная с первого половины года когда вам поступит и предложение об этом что вот вы не хотели бы с нами вот тоже поработать да там днем там а вечером с нами или же вы сами поймете что мне места не хватает мне надо еще надо еще развернуться же мне мало да негде я же королева мне места мало еще давайте посмотрим слушайте я смотрю на ближайшие два три года я смотрю на ближайшие два-три дня а мне тут показывает поток мне показывает уже на ваш двадцать четвертый год как это объяснить я не я не знаю как это объяснить я не могу значит я такой человек мне такая энергетика что есть возможность смотреть чуть ли не до конца года а я хочу на два-три дня так не давайте на два-три дня а то вы потом меня вообще перестанете смотреть скажите чё я на там уже год расписала чё я бушки и смотреть не буду не 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 нет солнышки мои мой канал на вас держится поехали поехали а сюрпризы судьбы в течение двух-трех ближайших дней кто-то из вас уйдет с работы ошарашила да в течение двух-трех дней кто-то из вас уходит с работы кто-то из вас сейчас уже опять вот я ничего поделать не могу мне сейчас что показывает и говорю уж извините кто-то из вас уже сейчас полу хочет получить какую-то необходимую информацию связанные по работе на двадцать четвертый год у многие из вас будут открывать собственное дело будут уходить фрилансер ства двадцать четвертом году большинство здесь будет работать на себя в двадцать четвертом году и вы сейчас уже ищите об этом информацию сюрпризы ближайшие двух-трех дней если у вас есть с кем-то какие-то очень сложные отношения склоки разговоры раздрайв в истине отношений это может быть молодой мужчина это будет вам может быть это какая-то женщина это ваши дети и там ваши близкие родные или кто-то на работе вы постараетесь вы постарайтесь все это перевести на шутку или собрать компанию я не знаю там собрать близких людей чтобы вас защитили или все таки перевести этот конфликт в юмор и забыть вот такое ощущение просто будьте аккуратнее здесь может быть с кем-то какая-то ссора неприятная ссора конфликт или у вас там уже знаете разгорается с кем-то ссора у вас здесь будет дорожка кто-то куда-то поедет может быть какие-то корпоративные праздники вас пригласят или вас на день рождения приглашает уже куда-то или там съездить я не знаю да на красную площадь на елочку посмотреть кстати сейчас ярмарка там хорошие может быть с подружками куда-то вместе поедете с друзьями с близкими с родными ну да это время уже сейчас такое время когда вам пока хочется вам пока хочется немножко передохнуть отдохнуть уже как-то уже вы как-то куда-то далеко смотрите почему-то куда-то вдаль смотрите то ли вы переезжаете куда то то ли улетаете куда то то ли вас кто-то издалека зовет типа давай приезжай сейчас за тобой приедем поехали на елочку посмотрим вы можете закрываться потому что я не знаю кто то может быть лезет тоже вашу жизнь концу года вот лезет кто-то вашу жизнь то ли я не знаю то ли подружиться то ли еще что-то со своими советами это мужчина это мужчина который как-то знаете манипулятор высшей марки издалека будет вам привета передавать а вы тут не хотите его но такой своенравный что ты себя корчила вы как будто за целый год его поняли то есть вы если вы в начале года года были от него в эйфории то сейчас уже вы думаете да боже мой уже год заканчивается отстань уже ради бога я тебя уже поняла все ты мне не нужен не хочу ни любви ничего ничего не получилось но ничего не получилось год было все не получилось да мне идти мне не нужен не надо мне вот это вот не надо я не собираюсь тебя ждать по субботу воскресенье не хочу потому что знаете такое ощущение как будто он вас подцепил на свою энергию вот это вот до такого мачо типа детка ты же меня хочешь вы уже я уже не хочу все отставь оставь меня в покое я уже ничего тебя не хочу хотя это больше не видела просто в четвертом году не появляйся не появляйся мне тут я на уже нагадала что у меня другой будет вот я боюсь что как бы знаете этот фильм есть москва слезам не верит когда она на кухне они там все уже собрались как семья и тут здрасте я пришел меня не ждали а я приперся вот как бы он тоже не приперся поэтому вы тут хотите его знаете как оставить в двадцать третьем году чтобы 24 не вылазил но такое он знаете я не знаю высокого осемнения так у меня конечно красавчик детка как ты меня не хочешь понимаете а вы а вам вообще это не надо вы 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 не для этого с ним вот вы хотите серьезных семью там детей а у него так погулять типа вот это вот ну пусть идет гуляет один да ну вот вот вы его отправите в лес до ночи он не сердце разбил чё я должна его терпида и лучше я буду одна чем с кем попала вот я с вами девочки полностью согласна полностью согласна да вот вы метите его из своей жизни возьмите этот веник вы метайте его вы метайте и салатик еще себе сделайте чтоб его забыть чтоб почиститься уже после салатик и забыть его уже наконец-таки все да я императрица вот так вот не просто не понимает он а что вы ему хотите доказать если до него до его мозгов не доходит но такой тип мужчина не доходит и не дойдет потому что он на своей волне ему любовница нужна вы что ему докажете что вы хотите семью вы не любовница вы там ничего ему не докажешь ему в одну ухо влетает из другого летает таких мужчин надо оставлять в покое вот и все и пусть он ищет дальше себе любовницу флаг ему в руки на вы императрица у вас видите под ногами детки детки у вас тут а эти котики тут дети ваши поэтому и вы ли или детей хотите или они у вас уже есть их кормить надо но какая же господи из вас любовница когда вы мама понимаете мама и жена по сути и по отшельнику но господи поэтому гоните его прям гоните не бойтесь да да вот 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 я то что сказал да у меня тут все девочки по 2 поддерживают я знаю да потому что вы стремитесь к переменам а эти перемены будут эти перемены будут потерпите декабрь январь февраль потерпите да и будет вам счастье солнышки мои будет счастье посмотрите и озеро любви будет да и детки сзади там играются и вы с любимым с любимым рядом стоите и домик позади о красота терпите переговор терпите три месяца перемен это декабрь январь и февраль ах три белых коня ах три белых коня девочки три белых коня терпите три месяца и будет вам тогда счастье потому что вашу жизнь потом начнет меняться в лучшую сторону а перемены еще вас коснуться этой зимой но и перемены хорошие что-то уйдет из вашей жизни особенно вот такие вот вот эти вот чудики до которые появляются неизвестно откуда неизвестно откуда поэтому все устаканится все придет в равновесие все будет так как должно быть и любовь у вас видите впереди вот то что я сказала вы встретитесь познакомитесь с мужчиной для отношений серьезных и выйдете замуж да 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 побольше красного цвета девочки привлекайте мужчина красный цвет оранжевый красный желтый золотой не стесняйтесь красные губки красные ноготочки и все походка от бедра понимаете вы должны себя показать что вы знаете что вы хотите вы женщина не какая-нибудь там что что надо то что она я женщина то что надо у меня все хорошо у меня все отлично я знаю что я хочу это самое важное я знаю что я хочу мне нужен помощь вернее мне нужен мужчина как моя помощь и поддержка мое плечо моя защита моя опора как сильный мужчина в доме хозяина в доме и поэтому понимаете вы должны здесь в голове у себя тут как в мозгу поставить как закон я хочу мужчину как хозяина в доме рядом со мной как с хозяйкой который будет мне помогать меня обеспечивать моих детей семью понимаете не я его буду как альфонс обеспечивать а он мужчина будет меня обеспечивать мою семью все у вас тут должна программа быть а то знаете когда ты видишь красивый мужчину про все забываешь ничего забывать не надо надо четко тут красивый некрасивый вообще красивый мужчина, это не твой муж, девочки. Имейте всегда в виду. Не надо. За красивых замуж мужчин не выходите вообще. Мужчина должен быть немножко красивее обезьяны. Я всегда об этом говорю. Вот немножко красивее обезьяны. А красивый муж, он всегда гулящий. Ну, зачем он вам нужен? Господи. Да. Вот. Ту спинтакли. У вас идет шанс. Шанс на удачу в самое ближайшее время. Ну, я... Вот смотрите. Вы меня уже извините. Понимаете? Извините. Я ничего поделать не могу. Вот я сказала, что будем смотреть, что вам судьба готовит на ближайшие 2-3 дня. Ну, блин, ну не получилось у меня на 2-3 дня. Ничего поделать не могу. Может быть, в следующий раз я как-то по-другому сконцентрируюсь и возьму, может быть, другие карты. Но сейчас у меня получилось. Видите, что? У меня получилось, что было, что сейчас и на эту зиму и чуть ли не до конца 24-го года. Но я ничего поделать не могу. Я всегда работаю с потока. Вот ничего поделать я не могу. Всегда я в потоке нахожусь. Вот мне поток сегодня вот это выдал. Вы же меня извините, пожалуйста. В следующий раз точно уже буду на 2-3 дня буду смотреть вас. Так что вот так, мои дорогие. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. Самое главное, солнышки мои, будьте счастливы. Пусть у вас все плохое останется в этом году. А в 24-м начнется все самое хорошее. Все самое лучшее, чтобы было у вас. Я вас всех люблю. Целую, обнимаю. И до скорых встреч. Спасибо. Продолжение следует...